Смоленская область, к сожалению, регион пока еще достаточно бедный, и количество населения и семей с небольшим достатком, оно значительно. В том числе, значительное количество детей из трудных семей, которые хотели бы, конечно, иметь возможность отдыхать на территории вашего замечательного города. Пользуясь случаем, хотел бы просить вас, если есть какая-то возможность, рассмотреть варианты льготного отдыха для смоленских детишек. Глава Сочи рассказал гостю о существующих программах недорогого отдыха. Это в том числе «Открытый юг». Программа помогает здравницам не пустовать в межсезонье, а туристам получить полный турпакет с питанием и лечением. Чуть ли не вдвое дешевле обычного. Об этом Анатолий Пахомов несколько лет назад договорился с руководителями санаториев. Мы это сделали. Цена получилась у нас от 1200 в сутки до 1800. Это где-то порядка 77 санаториев. Что входит в комплекс этот? Проживание в стандартном номере, то есть это хороший номер, двухместный номер с трехразовым хорошим питанием и всем комплексом биологического лечения, оздоровления. Но ребятам из смоленских интернатов, о которых идет речь, конечно, хотелось попасть в Сочи летом, искупаться в море, позагорать. Летом, естественно, спрос выше, выше и цена. Однако детский санаторий имени Семашко готов предоставить более 300 путевок. Детали обсудят уже в ближайшее время. Пока же губернатор Смоленщины отметил, активная позиция главы Сочи помогла курорту выйти в лидеры туристической отрасли. Не последнюю роль в этом играют презентации возможностей города во всех регионах страны. Я, честно говоря, приезжая сюда к вам и прося об этой встрече в интересах смоленских детишек, не думал, что вы сами проводите эту работу и ездите по регионам. Это, конечно, дорогого стоит. И это самый действенный механизм вовлечения как можно большого круга предприятий, трудовых коллективов. Поэтому, несмотря на то, что я сам к вам приехал, я буду рад, если вы приедете в Смоленскую область. В целом, Смоленская область готова активно сотрудничать с Сочи в рамках программы «Открытый юг» и отправлять на оздоровление к морю не только детей, но и работников областных предприятий.